Когда в годы Холодной войны Советский Союз одну за одной строил атомные подводные лодки, никто особо не задумывался, что с ними делать, когда они выработают свой срок службы. Тогда всех больше волновала победа в гонке вооружений, чем вопросы экологии или здоровья советских граждан. В итоге к 90-м годам образовалось несколько хранилищ атомных подводных лодок, кладбища, так как это еще называют, атомных подводных лодок. По-хорошему, нужно правильно их утилизировать, для этого их нужно доставать из воды, очищать и аккуратненько складывать, чтобы они могли уже безопасно десятками лет храниться. Процесс сложный, очень дорогой, и мало какие страны этим занимаются, в России этим занимается Росатом. Вот с 2000 года они утилизировали почти 200 атомных подводных лодок. На сегодняшний момент вот есть технология, которая международно сертифицирована, признана МАГАТЭ, сюда приезжают постоянно зарубежные делегации перенимать этот опыт. Та экологическая проблема, которая была здесь накоплена именно за все время вывода из эксплуатации атомного подводного флота, вот она, собственно говоря, вот вы видите ее решение. Вот это у нас подводные лодки. Подводные лодки вот напротив, вот они целиком. То есть это только часть подводной лодки, которая включает в себя реакторный отсек, смешанные отсеки для того, чтобы поддерживать их на плаву. Вот эта трехсечная штука остается. Так, что с ней происходит дальше? Мы поднимаем, отрезаем все лишнее, оставляем только реакторный отсек. Расскажите, что происходит в других странах с их подводными лодками? У американцев есть похожая история. У них есть площадка, где они хранят также реакторные отсеки. Настолько массовый флот был только в Соединенных Штатах и в Советском Союзе. А те, кто владели там буквально единицами, создавать такую инфраструктуру просто невыгодно. Ну а что они делали со своими, у кого единицы? Я думаю, что, не могу точно вам сказать сейчас, но они просто консервируют, хранят на плаву. И на францах вообще эта история как-то участвует? В строительстве этого объекта участвовала Япония. А японцы они деньги дали или технологии какие-то? Японцы дали вот два портальных крана. О, японские краны. Да, японские краны, док Сакура, который, собственно говоря, осуществляет подъем блоков японский. И они участвовали в финансировании вот этого цеха по очистке и окраске реакторных отсеков. А почему они давали краны, док? Ну, море-то одно. А то есть японцы переживают. Ну, без сомнения. Я правильно понимаю, что когда речь идет про утилизацию атомных отходов, то... Радиоактивных. Да, радиоактивных отходов, то мы подразумеваем их просто надежное хранение безопасное для людей. То есть с ними уже ничего не сделаешь, чтобы они как-то вот... В случае, если можно дезактивировать поверхности, то можно дезактивировать, очистить металл и его пустить дальше в хозяйственный оборот. А то, что нельзя почистить, да, ну да, это, естественно, это безопасное хранение, контролируемое, изолированное от окружающей среды и человека. Какие типы отходов можно вот на этом предприятии утилизировать? Ну, у нас ЖРО перерабатывают, то есть жидкие радиоактивные отходы, то, что остается, допустим, от жидких сред. То есть это охлаждение реакторного отсека, радиоактивная вода, так называемая, загрязненная. И перерабатываются твердые радиоактивные отходы. Это вот то, что остается при утилизации смешанных отсеков, при разделке смешанных отсеков, да, от которых остается вот чистый металл, который потом выводится на дальнейшую переработку. И радиоактивные отходы, которые также, они измельчаются для того, чтобы помещаться в небольшие контейнера, грубо говоря, в железные ящики. И потом закладываются также в хранилище уже под землей, под глубоко. Это тоже у вас под землей? Это тоже у нас. О, у вас есть подземное хранилище? Вот, заглубленное. Не такое, как в Финляндии, что там с колодцами. Но там для высокоактивных, здесь все-таки низкая и среднеактивная отходы. Здесь радиация есть? Здесь нету. Вообще? Вообще. Здесь радиационный фон, он абсолютно природный. То есть все, что вот в зоне контролируемого доступа, так назовем, который вот огорожен забором бетонным и колючей проволокой, то есть все находится на той территории. То есть там после демонтажа с корабля вот таких секций, да, кусков железа, то есть они там обследуются. Если оно грязное, оно остается внутри. Если чистое, оно передается сюда для дальнейшей разрезки. Вот. Это нано-зиммертый. Что это? Ты объясни, сколько допустимое и сколько... Допустимое здесь до 0,2. 0,2. Здесь мы имеем... Это 0,11. 0,12. То есть естественный фон у нас, по-моему, 0,14, да? Это самое, ну, в городе... Да, где-то 0,14. Непосредственно площадка хранения блоков наших реакторных отсеков, на которой в данный момент уже находятся 53 блока. То есть каждый блок – это бывшая атомная подводная лодка. Также у нас здесь же хранятся блок упаковки судов технического обеспечения, так называемый ТНТ. ТНТ – танкер наливной технический, которым в свое время сливалась радиоактивная вода. Здесь, на этой площадке, она делится на две части. Это стапеля, на которых производится непосредственно разделка смежных отсеков. То есть отрезаются концевые отсеки и утилизируются до металлолома. Чистый, грязный. Сама площадка хранения и площадка для переработки именно радиоактивных отходов. Это ТРО низкоактивное, которое на площадке, оно фрагментуется на мелкие куски, для того, чтобы можно было более компактно сложить ящик и увести на хранение. То есть вот основные функции, которые здесь происходят. Цех окраски, который рядом, вы сейчас слышите шум, да? Это там, где красят? Это сейчас пока чистят. Это вот шум от дроби, которая вот, она как из кушки, то есть выбивает всю окалину, краску, которая на ней была, до металлического блеска. Потом это все убирается и наносится уже вот такое покрытие, несколько слоев. Давайте еще раз, насколько я понял, осталось много подводных лодок, которые были списаны, выведены, они все плавали, 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 как уточки в ванной. И тут приходите вы, оттуда их достаете, отпиливаете все лишнее, чистите. Чистое все продаем. Чистое продаете на металлолом по 10 рублей за килограмм. Пусть будет по 10. А как вы хотели. Сам этот блок с реактором сначала чистим, чистим, потом грунтуем, красим и складываем здесь на площадочке и ждем, пока наши дети придумают, что с ним делать. Да. Мы на самом деле не ждем, пока дети придут и за нас все решат. Мы ждем, когда наведенная радиация оттуда выйдет и мы через 70 лет приведем осмотр. Ну, точнее, осмотр мы проводим постоянно, а предполагается, что через 70-75 лет блоки будут чистые. Уровень радиации. Уровень радиации будет соответствовать санитарным нормам, и мы этот металл точно так же можем пустить в народное хозяйство для дальнейшего использования. Я слышал, что Росатом собирается еще заниматься отходами первой-второй категории опасности, как они правильно называются. Отходы первого-второго класса. Это то, что каждый человек каждый день контактирует, это у нас батарейки, градусники. Для меня Росатом это какая-то корпорация, которая занимается атомными электростанциями, утилизацией очень красивый вот этот, просто невероятный такой вид, да, фантастический. Эти огромные реакторы красные. Почему этим занимается Росатом? Дело в том, что этим в стране не занимается никто. Существуют предприятия, которые занимаются отдельными видами опасных отходов. Но в стране перерабатывается всего лишь полтора процента. Полтора процента. Полтора процента. Девяносто восемь с половиной, закапывается и сжигается. Либо хранится, либо мы находим это во врагах, лесах, на полях, там, на свалках. Ну, главным образом, скорее всего, на свалках. Люди должны понимать, что нельзя выкидывать батарейку в мусорное ведро, которое потом попадет. Да, друзья, по крайней мере, зайдите в интернет, потратьте какое-то количество времени, там, 20 минут для того, чтобы найти там какой-нибудь ближайший пункт, куда можно это сдать. Если говорить об отходах промышленных, то они как раз составляют у нас практически 90 с лишним процентов от общего количества. И эта тема на сегодняшний день, она вообще практически не разрабатывалась. Потому что многие крупные предприятия имеют свои внутренние хранилища, хвостохранилища, шламохранилища, на которых скопилось огромное количество промышленных отходов. Зачастую в которых имеется очень много полезных фракций, которые могут быть использованы в следующем технологическом переделе, как вторичные материальные ресурсы. Будет меняться вообще весь подход к обращению с отходами. Будет одна ответственная организация в лице федерального оператора по обращению с особо опасными отходами. И федеральным оператором будете вы, Росатом? Да, Росатом будет осуществлять эту функцию, соответственно нести всю меру ответственности. С 1 января 2022 года федеральный оператор должен заработать. Через несколько лет, приходя за пивасом в ларек, я буду видеть красивую коробочку там, Росатом, сдай свою лампочку или что? Все промышленные предприятия будут сдавать федеральному оператору. Да, ну промышленным понятно, я за себя переживаю. Правильно, а функция сортировки и утилизации отходов, особо опасных отходов от населения, возложена на региональный оператор. То есть региональный оператор будет собирать у меня и передавать вам? Ну по большому счету, да. По оценкам, которые у нас сейчас есть, отходы первого класса, да, они наносят непоправимый урон. Это означает, что если, допустим, скажем, эти отходы вылить куда-нибудь на какую-то территорию или оставить на какой-то территории, где они будут разлагаться, да, то, собственно говоря, эта территория будет закуплена навсегда. То есть окружающая среда вот на этой территории, она не восстанавливается, она не восстанавливается никогда. Если это, допустим, скажем, те отходы, которые классифицируются как отходы второго класса, то ученые, эксперты говорят о том, что потребуется где-то 15-20 лет для того, чтобы восстановилась только окружающая среда. Я уже не говорю о человеке. Если человек, допустим, скажем, ртуть, пары ртути, да, которые, собственно говоря, для человека в определенной ситуации они просто смертельные. Или там другие, там, кислоты, там, это все воздействие на человека, и он, собственно говоря, не восстанавливается. Я как простой человек, я понимаю то, что сегодня, ну, реально с этим кошмар и ужас, и то, что это просто, ну, все это попадает в землю и закапывается. Можно просто поехать в любой лес и посмотреть, какой кошмар творится вдоль просто трасс, да, куда выкладывают, выкидывают там просто покрышкой масло, все вот эту вот дрянь, которая есть, которую там никто не берет, просто берут, все это выкидывают в леса, и все этим завалено. Хуже быть не может. Хуже быть не может, да. А что, то есть, какой путь решения? То есть, я понимаю позицию людей, и она у меня такая же, да? Ну, мы видим путь решения. Я не хочу, чтобы это было у меня на заднем дворе. Да, я хочу, чтобы это было где-то там. Понятно, никто не хочет жить рядом с перерабатывающим предприятием, однако перерабатывать надо, и все признают необходимость переработки. У нас на сегодняшний день есть инфраструктура, которую нужно просто настроить, по сути своей, да, для того, чтобы обращаться с этими отходами. Ну, люди что говорят? Люди хотят, чтобы это было построено где-нибудь в тундре. А действительно, слушай, хорошо, почему Россия большая страна? Почему нельзя вот эти вот заводы, они что, потенциально опасны? Потому что мы перепрофилируем заводы по уничтожению химического оружия, и что может быть опаснее, чем уничтожение химического оружия, которое полностью уничтожено? То есть, я понял, вы на заводах, где раньше уничтожали химическое оружие, будете уничтожать, теперь утилизировать отходы первой, второй категории? Да, да. С максимальным, это очень важный момент, с максимальным возвратом полезных компонентов в хозяйственный оборот. По сути своей, национальный проект «Экология» и, как его составная часть, федеральный проект создания инфраструктуры для обращения с отходами первого и второго классов является зарождением новой отрасли, новой отрасли обращения с отходами. Если это все состоится, то, что планируется, о чем мы говорили, то я думаю, что вот с этой частью отходов первого и второго класса опасности можно будет справиться. Это не так сложно. С остальными отходами, может быть, даже будет сложнее, чем вот с этими. Но остальные отходы не так опасны, как эти. Вопрос, конечно, долгоиграющий и навсегда. Отходы каждый день появляются, просто каждый день. И мы должны работать как бы опережающими темпами для того, чтобы решить этот вопрос. Если мы даже будем работать не опережающими, этот вопрос застынет на каком-то уровне, а дальше, может быть, мы будем справляться с тем, что мы каждый день накапливаем, нарабатываем. Спасибо за просмотр!